То есть Моисей вторит закон. Он его повторяет кому? Второму поколению, молодому поколению, отцы которых остались в пустыне. И вот он в книге «В то разаконие» он вспоминает весь их путь. 40 лет практически прошло. И вот он уже сейчас отдаст свое помазание, отдаст свою позицию Иисусу на вину, потому что Бог сказал, что ты не введешь в землю их. Иисус на вину введет. И это новое поколение, новое поколение, которое они сказали, вот наши дети останутся в добычу, то есть проявили неверие. А он говорит, ах так, значит, дети, которых вы говорите, они войдут, а вы останетесь в пустыне. И вот эти дети, они видели. Они видели ежедневные чудеса, ежедневное присутствие, ежедневное вот это вот облако, скини, облако или огонь, иману, они это вот, все это experienced miracles of God. То есть это люди, которые... И вот он говорит им следующее. Я когда это вот читал, несколько дней назад, меня поразило, сейчас вам скажу, что, сейчас вы поймете, на какую тему. Меня поразила степень, степень лукавства людей. Насколько люди лукавы. И вот на эту тему я хочу с вами поговорить. Вот сон, что он говорит. 19 стиха, давайте прочтем. Итак, напиши себе слова песни себе и научи сынов Израилевых и вложи ее в устаев, чтобы песня была мне свидетельством на сынов Израилевых. Ибо я введу их в землю, как я клялся отцам. Смотрите, смотрите еще раз, как земля, чем характеризуется, как характеризуется земля. Я, он говорит, я введу. Не потому, что вы там good enough, а потому, что я что? Обещал отцам. Как я клялся отцам. Что характерно этой земле? В этой земле течет молоко и мед. Окей? Здесь течет молоко. И они будут есть и насыщаться, и уточнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь сия будет против них, свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Слушайте, я знаю мысли их, которые они имеют ныне, то есть сейчас, прежде, нежели я ввел их в землю, о которой я клялся. И написал Моисей песню, то есть это следующее, 32 главе. Что меня поразило? Я уже сказал, что перед нами второе поколение, люди, которые вроде бы лучше отцов своих, потому что отцы были неугодны Богу, и он говорит, я вас буду здесь водить, пока вы здесь все не вымрете, здесь пустынь. Так оно произошло. И вот их дети, кажется, дети, говорят, я вас веду. Оказывается, он их ведет не потому, что они лучше отцов, а потому, что он обещал кому? Аврааму, Исааку, Иакову, что я этот ваш клялся отца. Я вас веду в землю в какую? В этой земле течет что? Молоко и мед. То есть это написано, Библия говорит, что это прекраснейшая из земель. И там они будут есть и насыщаться и уточнеют. И когда это произойдет, они оставят меня, и они забудут меня отвернуться и обратятся к другим богам. Отвергнут и самое страшное, и самое главное, что они нарушат завет. Когда ты нарушаешь завет с Богом, что это дает Богу, в общем-то? Ну, если так скажем, право Богу не исполнять свою часть завета. То есть мы же от Бога ожидаем какой-то помощи и благословения. Он говорит, да, I will do it, but you need to do your part of the covenant. Они нарушат завет, значит, уже не надо от Бога ожидать ничего. Дальше. И потом говорит, ибо я знаю, что они сейчас думают. Я знаю их мысли, которые о них ныне. Я знаю их нынешние мысли. Прежде, нежели я ввел их в эту землю. Что здесь происходит? Они сейчас слушают закон, и Моисей говорит им, и они слушают, и они говорят, yes, we believe, и мы будем слушать. То есть, of course, why? Почему? Почему сейчас они Бога слушают? Почему? Потому что они еще что? Они же еще в землю эту не вошли, где течет молоко и мёд. А сейчас каждый день от Бога падает манна, и вода, может быть, из камня приходит, и они не болеют, в коленах не было болящегося, одежда у них не портится, обувь у них тоже не портится, не изнашивается. То есть, сейчас без Бога в пустыне, где вообще ничего нет, и кругом враги, и так далее, и так далее. То есть, без Бога сейчас будет туговато, поэтому, well, we better believe now. Но потом мы войдем в землю, мы войдем в землю, а в этой земле что? Манна там уже падать не будет. Почему? Потому что тут молоко течет, и тут мёд течет, понимаешь? И врагов он этих изгонит. Мы войдем, и мы там будем себе есть и насыщаться, и округляться, и всё. И что мы там? И потом нам уже слушать Бога этого не надо будет. Почему? Мы лучше обратимся к другим Богам, вот к этим вот истуканам. Почему? Потому что мне же с этим истуканом намного легче договориться, чем с живым святым Богом, понимаешь? Тут же надо же, окей, а здесь, хочу, передвинул его, хочу, хочу вообще выкину его, понимаешь? То есть, much easier. И Бог говорит, я, говорит, ваши мысли сегодняшние, я их знаю, я их знаю, ваши мысли, но я всё равно веду вас. Мы лучше, Бог нас, вот мы, we are good, that's why, no, not because of us. потому что он ведёт тебя или ведёт меня или ведёт их не потому, что ты или я, а потому что он, потому что он верный, он клялся. И вот это вот, и вот это вот, это такое лукавство, это такое лукавство, говорит, я знаю твои мысли, я знаю, что ты сейчас думаешь, я знаю, что ты думаешь, ты думаешь, вот так ты думаешь, Но это же так глупо быть таким перед Богом, быть лукавым. Почему? Потому что, ну как же ты пытаешься скрыть свои мысли перед Богом? Бог же не только слышит мыслов, Он же знает мои мысли. Он же говорит, что, Он же говорит там в Салме 138, Он говорит, что слово еще не было на устах твоих, а я уже знал. Вы помните, такое есть? И вот это вот и есть лукавство. Я хочу на эту тему поговорить. Что такое лукавство? Они, понимаете, они обдумали, они обдумали, что сейчас нам он нужен. Потому что сейчас мы без него не выживем здесь. И потом он нам нужен будет и дальше тоже. Почему? Потому что мы же в этот народ, в землю зайдем. Ну там молоко-то течет, но там же народы живут всякие, и надо их прогнать. Ну мы еще как бы будем... We believe, follow your commandments. Но это все, понимаете, это все for the reason. Это все for the reason. It's not because of God. Because they need God for their reason. Войти в землю, овладеть землей. Они обдумывают. Сейчас они молчат. Сейчас они свои мысли не высказывают. Они просто так думают. Но проблема единственная здесь в чем? Что он говорит, я знаю эти мысли, которые вы имеете сейчас, ныне. Ныне, ныне, прежде. Понимаешь? Вот это вот и есть лукавство. Лукавым людям свойственно... Ну я не говорю... Лукавство это такое дело, оно присуще человеку. Оно... Я не говорю сейчас о лукавстве, которое бывает у нас друг с другом, с людьми. Это такое. Я говорю о лукавстве перед Богом. Этим людям свойственны две вещи. Первое. Они в высшей степени глупые люди. Не то, что там они неинтеллектуальные. Нет, они, я не знаю, может быть, они просто недалекие. Они... Аминь. Да я дам. Эксклюзми. Почему? Потому что... Потому что... Умный человек, он не будет лукавить перед Богом. Ну как ты можешь лукавить перед Богом? Ведь Бог же и видит мои мысли. Но что мне перед ним... Что мне перед ним играть? Зачем я буду перед Богом играть, когда я знаю, что его слово проникает до разделения духа и души? И то слово, которое я скажу еще завтра, он уже это знает. Ну зачем лукавить? Понимаешь? Нет, я лукавлю. То есть я не умный человек. Второе, что характерно лукавым людям, которые... Это люди неверующие. Потому что так ведут себя, мало того, что я еще и недалекий, я еще и неверующий. Потому что если я верю в Бога, если я хоть немного верю в Бога, то я не буду это делать. Потому что это же смешно лукавить перед Богом. Что такое лукавство вообще? Лукавство это своего рода, ну вот такая как бы изобретательность на злое. Но оно никогда не приходит в виде злого. Окей? Оно приходит... Ты человеку делаешь... Слушайте, ты человеку делаешь доброе, но с умыслом. То есть это как бы как шахматист, который просматривает на пять, на десять шагов вперед. Он делает тебе, как бы делает, дает тебе жертву там, пешку, дает тебе что-то якобы. Ты хватаешь эту пешку, но у него умысел. И тут же ты попал в плохую ситуацию. Вот это вот лукавство. Лукавство это когда тебе... Когда там в притчах написано, что вот... Мы сейчас будем смотреть. Там сказано, что... Если он тебе говорит там добрые слова, я не помню, неверимо, потому что семь мерзостей в сердце у него. Семь. То есть умысел. Тебе человек что-то говорит, тебе что-то говорит хорошее, человек тебе что-то льстит. Тебе человек, может быть, что-то дает. Тебе что-то человек делает, жертвует для тебя. Но это... И ты думаешь, что? Ты думаешь, что это... Вау, he really likes me. Но там есть... Там есть умысел. Там есть цель. Которая, в принципе, будет потом против тебя. Это лукавство. This is really bad stuff. This is not good at all. И вот они ведут себя хорошо. Они слушают завет. Они слушают все. 30 чем-то глав слушают это второзаконие. И говорят, да, все, что Господь повелел, мы исполним. Но! Это не то, что люди, которые ошибаются, а потом они нет. Это люди, он говорит, потому что, говорит, я ваши мысли сегодняшние вижу. Вы уже сегодня мыслите это. Но вы уже знаете сейчас, что когда вы войдете в ту землю, вы меня оставите. Представляете? То есть, это не то, что человек отошел. Сейчас он верит, а потом он отошел. Ну, увлекся чем-то. Я не знаю. Согрешил и, понимаешь, там... Нет. Он уже знает, что они... Они уже решили, что они там будут есть. Молоко течет. То есть, даже в магазине на выходе оно течет. И потом мы обратимся к этим мирным богам. Почему? Потому что тяжело с этим богом дело иметь. То есть, бог им, как бог, им, в принципе, не нужен. Совершенно верно. А что ты будешь делать на небе? Потому что на небе тебе молоко не нужно. Мясо тебе не нужно. Что там еще? Мед тебе не нужен. Лекарства тебе не нужны. Болеть ты не будешь. То есть, в принципе, все, для чего тебе нужен бог здесь, там проблем таких не будет. Значит, тебе-то не бог, в принципе, и не нужен будет. Потому что... То есть... Мы же привыкли к богу приходить только ради того, что мне что-то нужно. А там нет такого, что тебе что-то нужно будет. Нет такого там. Ах, если нет такого, значит, а зачем мне бог-то? Ну, так а что же тебе там тогда делать? Потому что там it's all about God. Там он... He is the whole... I mean, God is all over the place. И если тебя Бог интересует только для проблем, так их там не будет. Понимаешь? Вот их это интересует. Он им нужен. Потому что в пустыне жить нельзя без бога. Там просто не выживешь. Поэтому они верующие. Вяком верующие. Это лукавые. Это лукавство. Лукавство – это серьезное дело. Сатану Библия называет как? Лукавы. И сохрани нас от лукавы. Понимаете? То есть лукавы. Лукавы – это не то, что там опять я уже такой... Приходит. Нет. Лукавы приходят с лукавством. С хитростью. Он приходит и говорит тебе что-то. И дает тебе, может быть, что-то. Вот я отдам тебе весь мир. Все сокровища этого мира. Все, что ты видишь, это будет yours. Just worship me. Понимаешь? Он тебе дает. But there is something behind this. Как они говорят, string attached to this. То есть не просто так. Не просто так это делается. Лукавство... Давайте посмотрим несколько мест. К кому свойственно лукавство? Вот притчи. Одиннадцатая глава. Одиннадцатая глава. Там есть третий стих у нас. Смотрите. Кому свойственно... Что это такое? Кому свойственно лукавство? Смотрите. Непорочность прямодушных будет руководить их. Лукавство коварных погубит их. Значит, прямодушным... Примодушные, они противопоставлены коварным. Есть прямодушные люди, а есть коварные люди. Значит, прямодушным людям... То есть таким, ну, прямодушным что такое? Ну, искренний, да? Такой. Искренний человек, я так понимаю. Значит, вот этому прямодушному человеку свойственно что? Непорочность. Коварному человеку свойственно лукавство. Значит, если лукавство исходит от человека, значит, он не будет прямодушным. Прямодушный человек не будет лукавить. Лукавит кто? Коварный, treacherous person. Коварный, коварство. Дальше он говорит, Иисуса Христа, помню, спросили. У нас есть, по-моему, 25-е, да, Матфея? Я не помню. Сейчас я не помню. Какие-то места я не помню. А, вот. Господин же сказал ему в ответ, «Лукавый раб, ленивый и ленивый, ты знал, что я жну, где не сел, и собираю, где не рассыпал». И всё, да? Посему не надлежало тебе отдать серебро моему торгующим, и приезжай и получил. Окей. Можно предыдущий стих? Смотрите, что свойственно лукавому человеку. Лукавый человек – это который не делает ошибку, потому что он не знает. Это не искренняя ошибка. Смотрите, что свойственно. Раб лукавый и ленивый. Дальше что сказано? «Ты знал». That's the key. Он говорит, «Я знаю». То есть вы отойдёте, когда войдёте в землю обитованную, не потому что вы не справитесь с искушениями, не потому что вы там, знаете, как человек согрешил. Нет. Вы уже сейчас знаете, что вы будете делать. You have a plan. У вас есть умы, сел. Вот это лукавство. Это коварство. This is really bad. Он говорит, «Ты знал, что я…» Ты знал что-то. Почему же… Не важно, что ты знал. Ну, ты знал нечто. Почему же ты не действовал в соответствии с тем, что ты знаешь? В другом месте у него спрашивают, «Господь, учитель, дай нам знамение». Не «Господь, а учитель, дай нам знамение». Род что? Лукавый и прелюбодейный знамение не получит, не дастся. Почему? Потому что вы не для веры. Гидеон просил знамение Бог давал ему. Он опять просил знамение Бог давал ему. То есть, почему человек искренне пытается поверить. Господь помогает ему поверить, обрести вот эту вот веру. Здесь люди расположили свое сердце. То есть, они знают, что они не будут верить. Для чего ты просишь знамение? Понимаете, в чем лукавство? Лукавый человек, он знает, что он будет делать. Он знает, будет ли он верить или не будет верить. Но он якобы, вот дай мне знамение, сойди с креста, и мы уверуем. Он сойдет с креста, но вы же не уверуете. Они же видели, как он поднимается туда и усомнились, написано. То есть, он знает. И вот ты человеку говоришь, говоришь о Боге, и он говорит, ну вот расскажи, но он знает, что он не поверит. Он знает, что я то и то. Я знаю, что я нарушу завет там, почему, когда уже будет молоко, будет течь, я уже I'll be fine. Я уже, ты скажу, Господь, thank you, shalom. Он знает, что он это сделает. Вот это вот, вот это вот лукаво. И такие люди есть, к сожалению. Дальше. Что еще у нас тут есть? Третья, вот я вижу шестая, что здесь? Что здесь, я не помню. Шестая глава. Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами. Еще что-то, да? Мигает, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Коварство, коварство в сердце у него. Он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель, его вдруг будет разбит, без остыления. Окей, ясно? Вот это вот, вот это вот человек. Вот это вот человек. Я не говорю, что всякий такой человек, но, окей. Вот это вот лукавый человек, то есть в сердце у него что? У него коварство, он замышляет, он планирует. Да, вот ты мне что-то делаешь, а я знаю, что я не буду принимать это. Или я буду это делать. Я войду туда, и я не буду. Я уже знаю, но я веду себя, якобы вот мне нужно вот это, чтобы поверить. Я знаю, что я не буду верить. Я знаю, что я Бога оставлю это. В принципе, я к нему даже и не приходил the first place. Но я уже это, я его официально оставлю. Я себе сделаю истукана, и я скажу, you're done. I know I'm gonna do it. Почему? Потому что that's what I want. Но я пока не буду раскрывать свои карты, понимаешь, показывать. Потому что мне, пока мне так надо. Пока мне нужно так. Значит, я буду вот пока верующим. Я пока похожу еще верующим полгодика. Потом я, когда я приду туда, куда мне надо, я уже могу быть тем, кто я есть на самом деле, кем я вчера и позавчера и всегда был. Окей? Он, у него умысел. Я хочу, чтобы вы не были это. Чтобы вы знали. Это реальность. И еще место, вот смотрите, Лука, 20 глава. Что здесь у нас? Не помню уже. И наблюдая за ним, подослали лукавых людей. Я вспоминаю эпизод из книги пророка Даниила, когда Даниил там был самый большой мудрец, и он, в общем-то, его царец, по-моему, Дарий, он уже был при дворе много лет, и он уже помышлял о том, чтобы поставить его над всеми, чуть ли не вторым в царстве. Ну, и написанный экклесиаст говорит, что успех на работе или где-то там производит неизменную зависть. Ну, и некоторые люди не могли это проглотить, что Даниил is doing well. И они решили найти какую-то у него проблему в его работе, там, его, как, это самое, перед царем. Ну, потому что он был безупречный, они ничего не могли найти. Значит, они решили найти, они знают, что он верующий в какого-то живого бога. Значит, надо в этом найти проблему. И они сказали царь. Вот ты царь. Вот ты царь такой, и ты такой, и всемогущий. И вот давай сделай такую кашу. Если кто-то будет поклоняться в течение, там, 30 дней кому-то другому, кроме тебя, он должен быть брошен к этим. К этим. То есть они показывают ревность по этому царю Дарию. Ну, Дарий, в силу своего, так сказать, по простоте. Это хорошо, это хорошо. Давайте сделаем. Все. И они подсмотрели, они же знают, для чего они сделали этот указ. Это что за люди? Это коварные люди. Коварному человеку свойственны лук. Они делают это с лукавством. Это не имеет ничего общего их преданности этому Дарию. Это все с целью уничтожить Даниил. Ну, конечно, вот они, он поклоняется Богу, его туда кальвам. Ну, вы знаете, что там было дальше. Понимаешь? О! То есть это такое дело. И вот смотрите, вот здесь то же самое. они наблюдают за Ним и ничего не могут найти за Христом. И вот, и они подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, that's exactly what it is, лукавый, верующий, он притворяется благочестивым, он притворяется верующим, но он не таков. Вот как эти люди, которые стояли перед Моисеем, они слушают, они говорят ему, да, да, но они не верят в это. Они не верят. Он им все, что они не скажут, они скажут да. Почему? Потому что так ему надо. Они притворяются. А Бог говорит, я знаю ваши мысли. Окей? Они прислали клему, ну, так они же не знают, с кем они делали. Они могут тебя, они могут Моисея обмануть, но его же обмануть нельзя. Поэтому они люди глупые. Мало того, что они лукавые, они глупые, они еще Бога не знают. Ни один человек, который хоть чуть-чуть, ну, по-настоящему знает Бога, он не будет перед ним лукавить. Потому что, I mean, this is stupid, лукавить перед Богом. И вот они подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, чтобы для чего? Чтобы уловить его в каком-нибудь слове. Чтобы предать его начальству. И тот вопрос, который они им поставили, it came straight from hell. Потому что ответить на него невозможно. Чтобы не попасть into trouble. Потому что, или ты так ответишь, у тебя проблемы с иудеями, побьют тебя там камнями. Если так ответишь, тебе римляне посадят в тюрьму. То есть, плохо. Как мне это самое? Только он. Только он мог так ответить, чтобы, понимаешь, потому что он... Говорит, и смотрите, как они, лукавые люди приходят. Смотрите, как лукавые люди приходят. Мы знаем. Ага. Говорит, я знал, что ты человек. И эти, говорит, мы тоже знаем. Если вы знаете, что ты правдиво учишь и говоришь, так почему же ты не принимаешь то, что он говорит правдиво? Нет, они должны понимать. И что ты истинно пути Божии учишь. Ты понимаешь? То есть, ты говоришь, вот так вот это только от Бога человек говорит. Ну, от НСССР. Когда, когда нечистый дух говорил через людей, и когда он говорил Иисусу Христу, он говорит, ты есть сын Бога Живого. Помните? А потом, когда в 16 главе, в Деяниях, когда Павел шел там со своими там друзьями, то есть там женщина, одержимая духом прорицательным, она что говорит? Все, говорит, сыны Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения. Что неправильно? А это же нечистый дух. Он говорит, выйди из нее. То есть, и эти тоже говорят. Да, но это же, вот она же правда, значит, это not necessarily. Тут надо, надо, но истина пути Божьего. Так вот приходят не люди Божьи, не обязательно. Так приходят лукавые люди. Почему? Для чего? Чтобы, что? Ага, вот для чего он это говорит. Понимаешь? Вот это лукавство. Он говорит тебе, так вот у лукавого пришел к Иисусу Христу. Ты же, если ты сын Божий, ты скажешь, ты же голодный, так сделай себе тут хлеб. То есть, но тут гордость. Я сейчас докажу тебе, что я сын Божий. И сделал хлеб. Ну и что? И попался. А что ты сделал хлеб? Чтобы доказать, что я сын Божий. Богу не надо доказывать, что он Бог. Это мы любим доказывать что-то. Богу не надо ничего доказывать. Он Бог. Он не инсекюр. Это мы инсекюр. Почему человек что-то доказывает? Потому что он инсекюр. Господь, он хорошо. Окей? Что он здесь говорит? Так. И вот он говорит, позволительно давать вот кесарево или не давать. И он, смотрите, и он уразумел лукавство их. И как часто мы не можем разуметь лукавство, с которым к нам приходят люди. И попадаемся. И мы говорим, надо давать. Ах, надо давать? You're in trouble здесь. Или говорим, надо не давать. You're in trouble здесь. Понимаете? А вот ты докажи, что ты вот такой певец, такой проповедник, такой там этот самый. Докажи. И я начинаю доказывать. И попался. И что ты доказываешь? Ты ничего не доказываешь. Ты просто показываешь, что ты гордый, что ты инсекюр, что тебе нужно, и ничего ты не докажешь. Потому что эти люди уже расположили сердце свое. Не принимать, не слушать. Вот докажи. Докажи. Он говорит, он вздохнул, там написано, и сказал, не дастся этому роду лукавому знамению. Понимаешь? Он не дает знамения. Он не дает, не бросает святые. Он не дает. Он дает только тогда, когда этим людям нельзя ничего давать. потому что они ничего не просят, они ничего не ищут. Они пришли с целью уловить. И люди к тебе приходят. И я знаю, что ко мне в моей жизни были люди, которые меня пытались уловить. И улавливали. Потому что я должен ответить на вопрос. Не надо, там нет вопроса. Там вопрос задается с целью, понимаешь, с этой целью. надо вздохнуть и идти дальше. Да, нужно даже доказать что-то. Не надо доказывать. И у тебя дома, наверное, всякие ситуации бывают, или на работе бывают ситуации, пытаешься. Это все insecurity. Так вот, он, где это написано? Он уразумел лукавство. Он уразумел лукавство. И говорит, что вы меня искушаете, понимаете? Вот что они делают, чтобы уловить и искушать. И, в принципе, нам нужно, надо нам как-то, ну, хотя бы немножечко понимать, может быть, даже пытаться уразуметь лукавство, с которым мы сталкиваемся в своих жизнях. Окей? О, вот это место еще. Ефесяне, четвертая глава, это хорошее место. Кстати, Ефесяне, чуть не забыл. Еще чуть-чуть туда. Да, где-то здесь. А, сейчас, однучку. Да, да, о, хорошо. Что? Окей. Значит, он поставил, он поставил пять офисов. Апостолы, да, пророки, евангелисты, пастыр и учитель. Пять офисов, которые Господь поставил в церкви, вообще в церкви, в его церкви. Четвертая. Окей. Что они должны делать? Они должны людей, они должны как бы build them up, edify. Они должны совершать святых, то есть build them up, как верующие, для созидания. То есть, вот это вот и есть edification, чтобы тело Христово. Цель какая? Чтобы мы пришли в единство веры, и чтобы мы все одинаково обмыслили и понимали, кто такой Ишуа, что он сделал, и для чего он пришел, и в общем-то, чтобы мы стояли в единстве, в учении. И поэтому он поставил эти люди, которые поставлены Богом, они не будут противоречить друг другу. Почему? Потому что их, как Исаия говорит здесь, а Иеремия говорит здесь, а Захария говорит здесь, еще может быть 300 лет, но они не противоречат друг другу. Почему? А Иоанн говорит, еще может быть там 800 лет спустя, и он тоже не противоречит. И сегодня какой-нибудь сосуд или который говорит от Бога, он не противоречит тому, что говорил Исаия 3000 лет назад. Почему? Потому что совершенно верно. Понимаете? Потому они все говорят с целью, чтобы было единство, познание, вера и так далее. Чтобы было вот это вот. Чтобы мы больше не были младенцами. Что такое младенец? Младенец – это тот, который колеблется. Отчего ты колеблешься? Потому что ты увлекаешься ветром учения, которое, в принципе, пришло по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Понимаете, что такое лукавство? Что я хочу здесь сказать? Я хочу сказать следующее. Слышим. Когда человек неправильно неправильно говорит, я говорю про служителя сейчас. Ну, скажем, про проповедника, про пастора, который трудится в слове, так скажем. Если этот человек неправильно говорит, то он не говорит так неправильно, потому что он ошибается. Окей? Он что-то не понимает здесь, поэтому он так говорит. он говорит неправильно, и он учит людей неправильно, не потому что он не понимает или ошибается, а потому что это по лукавству, это по хитрому искусству обольщения. Вот почему он неправильно говорит. Если я неправильно буду говорить, то Господь мне будет говорить, что я говорю неправильно. Но если я продолжаю годами говорить что-то, как-то гнуть свою тему, какую мне нужно, то я это делаю с целью, я делаю это по лукавству, я делаю это с каким-то хитрым планом. Для чего? С целью обольстить и увлечь увлекающимся всяким ветром учением, которые эти ветры учения, они пришли не из-за результата ошибки, они пришли из-за результата лукавства, из-за результата коварства и хитрости с целью обольстить, увлечь от вот этой цели, которая, понимаете, понимаете, что я хочу сказать? Так что, чтобы вы это самое не знали это, это не ошибка, любое заблуждение, ну я не говорю там какая-то, любой человек может что-то сказать там, что-то ошибиться, но я не про это, я говорю доктринальное что-то такое, я говорю, что он вот такой биг, как направление какое-то, которое, вот сколько сейчас направлений, и куда-то все идут, понимаешь, и это потому, что он так думает, это с умыслом, это с хитростью, это по лукавству, это течение образовалось из по лукавству человека, с целью увести от единства, чтобы нарушить это, потому что Бог поставил с целью привести к единству, да будем мы едины, как, помните, как отец, и я единый, то есть, это Бог хочет этого, он хочет этого, окей, а враг, что делает, понимаешь, человеку дает такой вот мотив, может человек ищет славу, может человек ищет какое-то любостяжание, может он ищет, делает, я не знаю, то есть, какие-то свои у него, и он, исходя из этого, он говорит то, что он говорит, чтобы увести, а за этим стоит некто, за этим стоит лукавый, чтобы увести от единства, и вы должны это знать, окей, дальше, следующее место, давайте посмотрим, послание к евреям, третья глава, смотрите, братья, смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердце лукавого и неверного, ну и что, если оно будет сердце луковое, а то, что отступишь от Бога живого, вот что, нельзя, я вам говорил, что нельзя оставаться лукавым и быть с Богом, если человек лукавый, то он, то он написано по-английски, знаете, что сказано, вообще слово, какое по-английски сказано, лукавый, evil, я когда-то говорил, evil, смотрите, чтобы вас не было evil, heart of, unbelief, окей, то есть лукавый, это, это в принципе неверующий человек, окей, смотрите, чтобы у вас не было evil, unbelieving, heart, такое сердце, смотрите, это что значит, мне нужно молиться, нет, ты смотри, чтобы у тебя такого сердца не было, это что значит, это значит, что если я наблюдаю в себе какие-то элементы лукавства или какие-то проявления лукавства, то я должен смотреть, чтобы у меня этого не было, I have to do something about it, то мы сделались причастниками Христу, смотрите, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, ага, видите, мы сделались причастниками Иисусу Христу, теперь ты сделался таковым, теперь тебе нужно остаться таковым, тебе теперь нужно сохранить это до конца, поэтому, чтобы дойти до конца, тебе нужно, потому что мысли-то, ты же человек, и я человек, мысли бывают разные, и, чтобы ты там не планировал, потому что, потому что если будет вот лукавые мысли, если будут лукавые замыслы у человека, то они приходят, они приходят, сейчас вы увидите почему, потому что, если ты их будешь принимать, то, что мысли приходят, это полдела, вы уже знаете это, что настоящая проблема, это когда ты принимаешь то, что приходит, если ты принимаешь, то сердце становится все лукавее, лукавее, и оно становится более ожесточенное, и в результате человек отступает от Бога живого. Что здесь произошло? Бог, говорит, я на протяжении 40 лет, слушайте, я на протяжении 40 лет делал вам вот эти вот вещи, показывал вам вещи и вещи, в принципе, вера даже не от показывания, видение, вера – это отслышание, но чтобы вам легче было уверовать то, что вы слышите, я вам показывал, чтобы, ну, знамение Бог показывает, чтобы помочь нам верить, но вера никогда не от знамения, вера всегда от слова, потому что вера в сердце. Но чтобы сердцу было легче поверить, как Гедеону Господь иногда показывает тебе, чтобы тебе это самое. И вот Господь говорит, на протяжении 40 лет я тебе показывал, 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 каждый день показывал, вы знаете, что. И вот, смотрите, и человек, и человек думает, а вот что-то вот мне не верится все равно. Вот я там разговаривал с одним, вот я не могу поверить все равно. Неправильное понимание, что такое вера, это не… Вера, знаете, что такое? Это просто твой выбор, это твое решение, как ты будешь respond to the voice of God. Или ты решишь принять, или ты refuse. Если ты refuse раз, потом ты refuse два, потом Господь тебе показывает такое, что уже нельзя, ну это явное Божье присутствие. Я refuse. И когда я вот keep doing this, то ожесточается. Когда сердце ожесточается и ожесточается, и оно становится really ожесточенным, как оно сказано, hardened, hardened такое, твердое, это становится как почва, которую семя уже туда не может, это самое, семя же должно умереть, чтобы еще это самое, но оно даже не может умереть, потому что оно настолько твердая, утоптанная дорога, понимаете, то сердце становится уже потенциально неспособным принять это. И тогда Господь что про них делает? Господь говорит, потому что вы не возлюбили любви истины, я, говорит, вам послал дух, дух лжи или дух заблуждения, чтобы что? Чтобы вы верили лжи. А, так человек говорит, а, так получается, что я не верю, потому что Бог не дал духа лжи. Но, потому что ты не способен верить истине, поэтому ты принимаешь то, что ты способен. Понимаете? То есть, вы понимаете, что я говорю? И тут нужно быть очень осторожным. И вот лукавые люди, лукавые люди – это люди, которые, в принципе, как сказано Титу, они не способны ни на какое доброе дело, потому что осквернены и ум их, и совесть. Там уже ничего не нужно сделать. И поэтому, говорит, смотрите, чтобы среди вас не было сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить. Значит, можно отступить от Бога живого? А почему говорят, что нельзя, если уже… То есть, я к Богу пришел, как тут сказано, вы сделались причастниками Христу. Окей, все, я сделался причастниками Христу, а теперь смотри. То есть, я должен смотреть. Я должен следить за своим сердцем. Если я замечаю в себе это, лукавое, хитрое, коварное, то есть, перед ним, или даже друг перед другом, то я что-то там… Мы уже разобрали, что такое. Значит, я должен это… Я должен это как-то искоренять из себя. I have to deal with this. Никто не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого. Ты знаешь свои мысли, ты знаешь свои планы, ты знаешь, почему ты это делаешь, ты знаешь, почему ты это не делаешь. Делай, что хочешь, делай, если хочешь. Смотри, чтобы не было лукавства там. Потому что… Потому что вот результат. Вот результат. И вот это произошло в пустыне, понимаете? То есть, вера, они видели его, они… Господь им показывал здесь неопроверживые, неопровержимые, как сказать, факты своей реальности. Написано, что мы Бога не видим в Римляне, как первая глава, но через рассмотрение творением… Ну, я… Так что… Так почему же вы славу не воздаёте? Нет, ах, нет. Эти люди, или если не отступили, то они отступят от Бога живого. То есть, лукавство верующего человека, он… Он ведёт себя, как верующий, но остаётся при этом неверующий. Почему? Потому что, будучи неверующим, от начала он хочет получить бенефит. Как верующий. Потому что, ага, египтяне не верят, они не прошли море, погибли. А я верующий, я прошёл. Прошёл ты море, прошёл, значит, я верующий. Ну, вот теперь, да. А теперь пустыня. И вот пустыня покажет, верующий, в принципе, ты или нет. Ну, я же прошёл, ну, ты прошёл, да. Но это, понимаешь, человек не проверяется эпизодом, человек проверяется процессом, да, жизнью. Ты должен пройти пустыню, ты должен пройти долину, которая у тебя. И ты её проходишь. И в процессе, когда ты проходишь, ты должен следить. Мы недавно рассуждали про сердце. Смотри, чтобы не было в тебе вот этих вещей. Если у тебя что-то прошло, твоё лукавство, и ты что-то там, у тебя получилось, и ты думаешь, «А, it worked». Окей. It didn't. У тебя это, может быть, сработало со мной, но с ним? Нет. У тебя сработало это с Моисеем? А что Моисеем? А что мне? Это ж ты. Ты и Бог. Твоя вечность. Это сработало. Да не сработало там ничего. Потому что с Богом не может сработать лукавство. Но оно потенциально, теоретически не может сработать. Он уразумел их лукавство. Ну, что он, твоё или моё лукавство, не уразумеет? Ну, ну… Человек обманывает сам себя. И при этом он хочет обмануть Бога. Неверие видно, неверие видно, знаете, в чём? Потому что, например, сказать слова, сказать «то мы верим, и вся еда», неверие видно в одной только вещи. И только одна вещь проверяется неверием. Или верой. Вера проверяется послушанием, и она видна. А неверие видно в непослушании. Поэтому они не могли войти за непокорность, что есть из-за неверия. Непокорность – это не сама причина, это следствие. А причина – это неверие. Да, но я же веду себя как верующий, я же прошёл через море. Ну, ты прошёл через море. Ну, вот ты принял водное крещение, ты принял, может быть, ещё что-то там, ещё что-то там сошло на тебя, коснулось там, что-то ещё. Ты закончил семинарию какую-то там. Да, ну, окей, fine, но тебе нужно долину пройти. Написано у Иезекииля, по-моему, очень хорошее место. Ну, кстати, я попробую его найти. Смотрите. Окей, и приведу вас в пустыню народа, слушайте, и там буду судиться с вами лицом к лицу, как я судился с отцами вашими, в пустыне земли египетской. Так буду судиться с вами, говорит Господь Бог. И проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета. «И выделю из вас мятежников, и непокорны мне, из земли пребывания их выведу, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь». Ещё раз. «Из земли из вас мятежников». Окей? Что он сделает? «Из земли пребывания я их выведу, но в землю Израиля, то есть в землю вот этого «destination» они не войдут». Почему? Потому что мы думаем, мы думаем, что если я отсюда вышел, то я уже вошёл. Ну, я по вере вошёл. Но мы забываем, что между землёй, которой я вышел, и землёй, которой я должен войти, всегда лежит пустыня, которую тебе нужно пройти. И эта пустыня 40 лет, 50 лет. Это, в принципе, вся твоя жизнь. Поэтому Господь говорит, «Я, говорит, выделю из народа своего, которые прошли море, как верующие, я из этого народа выделю кого? Мятежников». Как? Они будут идти по пустыне, и в пустыне покажут, что есть кто, или там кто есть кто. Понимаете? То же самое и здесь. Поэтому Бог выделяет и показывает, и поэтому ты проходишь испытания. Лукавый, он может выйти. Listen, лукавый выйдет, и он может даже пройти через море, потому что он, я верю, окей, ну через море пройти, это ладно, ты пройдёшь, потому что, ну сколько заново пройти? Может быть, два часа, три часа они шли через море. Может быть, даже они день шли через море. Но день, а... А, 40 лет в пустыне? Ты же не можешь притворяться всю свою жизнь. Ты можешь там перед Богом устроить спектакль, закатить на пару часов, на пару дней, на пару недель, но на 50 лет? I don't think so. Поэтому я выделю. Смотрите, чтобы не было этого, чтобы не отступить. Они не войдут. То есть всегда между выходом и входом есть для чего? Чтобы посмотреть. Человек говорит, у меня нет лукавства, я это ко мне не относится, кто-то скажет. Ну почему? Потому что, ну вот, ну я вот не лукавый, я такой. Я искренний, я прямодушный, всегда причём, никогда не бывает, что я лукавый. Ну может кто-то так и думает о себе. Ну, Иеремия думает по-другому. Посмотрите, вот что у Иеремии написано в 17 главе. В 17 главе Иеремии сказано следующее. Вы знаете это место. Ещё чуть-чуть туда. Вот, смотрите. Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено. Кто узнает его? То есть он говорит, в принципе, general, то есть лукаво сердце человеческое, period. Крайне испорчено. И кто его знает? Почему он так говорит? Это 17, по-моему, да? И кто, говорит, узнает это сердце? Кто, говорит, лукавство, как распознать? Господь говорит, я проникаю в сердце. Смотрите, он говорит, я проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам делого. Бог говорит, я проникаю в сердце и испытываю внутренности. То есть вот это, вот это есть испытание, что он тебя ведет. Он тебя ведет по жизни. Для чего? Чтобы выявить, чтобы проникнуть в твое сердце. В принципе, Бог знает твое сердце и мое сердце. Он просто это делает, чтобы мы сами разобрались. Смотри, говорит, что там в тебе. А в принципе, о чем речь тут идет? Пятый стих, вот там написано. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека. Как легко попасть под проклятие? Достаточно просто на человека возложить свою надежду. И ты автоматически оказываешься проклятым. И ничего плохого не сделал, и ничего заклятого ты не тронул, и никакого там греха не сделал. Ты просто понадеялся на человека. И Он говорит, проклят тот, кто надеется на человека. Благословен человек, который надеется на Господа, и который упование Господь. Он в пустыне, где нет жизни, но он на Бога понадеялся, и он в пустыне будет, как зеленеющий лист. Почему? Потому что Бог не водой, не хлебом человек сыт, а Богом, Его Словом. И тут же после этого Господь говорит, что сердце человека крайне-крайне лукаво. Почему? Потому что вот на Господа я надеюсь, на человека ты не надеюсь. Нет, я не надеюсь на человека. Нет, нет. Вот так вот мы говорим, вот так вот мы звучим, так мы проповедуем, так мы поем. Но, но Господь говорит, ты не надеешься на человека? Нет. Ты надеешься только на Господа? Да. Окей. Ну, пошли. Let's go. Let's go for a walk. Why? Just let's go for a walk. For how long? Let's go. Сорок лет. Ну, пустыню надо пройти. Let's go. И вот там, в пустыне, оказывается, что когда нет воды или еще что-то, оказывается, что я больше смотрю, Бог, где Бог, что Бог. И, в принципе, вот здесь, в пустыне, показывает, что сердце-то мое лукаво. Я говорю, что я надеюсь на Бога, а, в принципе, я полагаю, на человека надеюсь, а человека жду, на человека смотрю, на царя, там, может быть, на еще что-нибудь. То есть, и Бог говорит, лукаво сердце человека. Но, говорит, ну, я проникаю в его, я испытываю, и вот он меня испытывает и ведет, и говорит, смотри, в дороге смотри, чтобы сердце твое не было лукаво, чтобы тебе не отступить от Бога живого. Потому что я испытываю внутренность, и чтобы воздать человеку, человек, Бог же не воздает по словам. Потому что сказать же мы можем, что я на тебя надеюсь, я на тебя уповаю. И вот я могу трудиться даже для тебя, я это делаю и так далее, и так далее. Но все это с умыслом, все это с целью. И все мне нужно здесь, вот здесь, чтобы пройти вот эту жизнь, чтобы пройти эту пустыню. Например, написано, что физическое упражнение мало полезно. Ну, чуть-чуть полезно. Чуть-чуть. Благочестие полезно для настоящей и для будущей жизни. То есть, благочестие изгодное. Почему? Потому что написано еще, по-моему, у Тита сказано так, что, начинается, что я Павел Апостол по вере и истине, относящейся к благочестию, в надежде жизни вечной, которую обещал неизменный слой Бог. Так, смотрите, смотрите динамика развития. По вере и истине. То есть, вера ведет к истине, а истина мне нужна для чего? Чтобы жить благочестиво. Окей? Когда я живу благочестиво, тогда я имею право иметь надежду на жизнь вечную. Если я живу лишь бы как, так кто тебе вообще сказал, что ты можешь надеяться на это? Эта надежда жизни вечной имеет отношение только для тех, кто живет или, по крайней мере, прилагает усилия, чтобы жить благочестиво. А желающий быть благочестивым будет гонимым. То есть, понимаешь, вот это начинаю, и вот, ага, я буду гоним, но в то же время, и вот и начинаю, значит, мне надо и не быть гонимым, и в то же время и туда успеть. Я начинаю там думать, думать начинаю и жить благочестиво. А есть такие, что благочестие у некоторых служит для прибытка, а это люди с поврежденным умом. И что? Господь говорит, с такими вообще не разговаривая, от них нужно удаляться. Это послание Тимофея, 6 глава. То есть, одному благочестие нужно для чего? Для прибытка, для прибытка. А другому благочестие нужно для жизни вечной. Но тот, который хочет быть благочестивым для прибытка, он же тебе этого не скажет. Он же говорит, что благочестие – это же… А сам, понимаешь, то есть, вот это вот лукавство, это лукавство перед Богом, и вот лукавство перед людьми, и… То есть, вот эти вещи надо видеть и замечать. Если ты идешь за Богом, вы, говорит, идете за мной, почему? Потому что, говорит, вы ели хлеб и насытились. Понимаете, почему люди за Богом идут? Другие люди идут за Богом, почему? Потому что у него глаголы вечной жизни. То есть, если я иду за Богом, и мне нужен Бог только все, что касается… Вы так смотрите, знаете, как я смотрю? Если человек… Если я вижу у человека, что у него все стремление здесь заканчивается здесь, как бы под солнцем, как вот это самое, то да, то это… Он, в принципе, вообще… То есть, он там вообще… Nothing. Там ничего нет. Он тебе ничего не скажет. Он тебе ничего не научит. Ты у него ничего не возьмешь. Потому что он сам ничего не имеет. Вы смотрите на того, кто… И ищите того, кто смотрит туда. Туда, то, что над солнцем. А если вам кто-то здесь начинает все время под, под, под солнцем, что здесь вот то Господь тебе… Вот это даст, и это даст, и это даст. И молоко, и… Окей, fine, но… But it's not the point. Это не то. Потому что здесь многие люди и без Бога, я смотрю, doing pretty good. Окей? И будь здоров, у них получается хорошо. Еще, может быть, даже не без Бога, может быть, там еще кто-то другой им помогает, я не знаю. Не в этом смысл. Смысл? Смысл – это жизнь вечная. That's the bottom line, запомните это. Смысл – это жизнь после смерти. Все остальное – это тебя, в принципе, не интересует. Бог, да, благословляет твою жизнь на земле. But it's not the point to follow God. Ищите царство, и Он тебе это все даст, приложится. Но это не есть то, ради чего. Так вот, есть люди, у которых Бог есть чрево. Они мыслят о земном, они стремятся к земному. Но они, когда-то были, Павел говорит, а теперь, говорит, они стали враги. Но они служат Богу якобы, но они служат для прибытка. И это лукавство. И от таких нужно удаляться. Твои мысли. Они мыслят о земном. А о чем ты мыслишь? Я заканчиваю. По-моему, я когда-то им говорил, что где твои мысли сегодня, там ты будешь завтра. Помните такое? О чем ты мыслишь? Они помышляли, помните, там эти послания Кевреям 11 главы? Они помышляли о другом Отечестве. И поэтому, если бы они мыслили об этом Отечестве, то могли бы вернуться к нему. То есть, то, о чем ты мыслишь сейчас, мысли твои, это как бы они ведут тебя. Твои желания, твои мысли, они ведут тебя. Если ты мыслишь о пустыне, если ты мыслишь о земном, значит, ты останешься на земле.